Несколько испытательных этапов ожидали участников первой Брестской экологической олимпиады «Зелёная планета». Ребятам предстояло выполнить теоретическую и практическую части подготовленных для них заданий, поработать с микроскопами, а также написать эссе на экологическую тематику. Благодаря такой разноплановости заданий каждый участник имел шанс проявить себя и свои возможности в том, что ему ближе и доступнее. Олимпиада состоит из двух этапов. Первый этап – это теоретическая часть, в которую входят две части. Это ответы на вопросы и написание эссе на заранее подготовленную тему. Учащиеся могли с заданиями заранее ознакомиться и продумать по данному вопросу ответы. И практическая – это работа с микроскопом. Такого рода экологический форум Центр дополнительного образования детей и молодёжи принимает впервые. Несмотря на то, что ранее мероприятия биологической направленности здесь уже проводились. Попытать свои силы в интеллектуальном состязании решили 37 юношей и девушек, учащихся 10-11 классов, многие из которых занимаются изучением вопросов экологии и биологии уже давно. Экология, экологические проблемы сейчас очень актуальны. Это животрепещущая для мира тема. Она затрагивает просто весь мир, все страны. И поэтому я считаю, что такие мероприятия должны проводиться. Формирование экологической культуры, активизация природоохранной деятельности через осознание экологических проблем, развитие мышления, направленного на формирование у молодых людей ценностного отношения к природе. Эти и многие другие задачи ставили перед собой организаторы мероприятия. И то, что реализовать их удалось, подтверждают сами участники. Настолько воодушевлённо они работали над комплексом заданий. Победителей экологической олимпиады мы узнаем уже совсем скоро. Результаты интеллектуального состязания будут опубликованы 1 февраля на сайте Центра дополнительного образования детей и молодёжи города Бреста.